И снова здравствуйте! Поясните за интегральный традиционализм по генону. Ну, смотри, есть примордиальная традиция, которая находится в основе, лежит в основе всех культур и всех человеческих обществ. Да, и по рене генону и его последователям в основе лежит протомонотеизм. То есть, грубо говоря, некий единый бог, который является Аллахом, потому что генон в какой-то момент принял суфийский ислам, и поэтому бог для него является не просто личностью какой-то или не просто безличностным абсолютом, а этот бог имеет некую надличностную природу. Но так или иначе, все языческие формы религии, которые на заре человечества существовали, это также искаженный ислам, по сути. Почему? Потому что бог посылает людям пророков, но люди в силу своей глупости, невежества и так далее, и греховной природы начинают этих пророков обождествлять. И таким образом появляются, с точки зрения сторонников протомонотеизма и некоторых мусульман в частности, таким образом появляются пантеоны языческих богов. То есть, языческие боги это на самом деле либо всякие шайтаны, иблисы и так далее, либо это джины, то есть некие сущности, которые могут быть в принципе и нейтральными, и положительными с точки зрения их моральной природы, потому что среди джинов по исламу также могут быть и сатанисты, и наоборот верующие, и атеисты, то есть те, кто индифферентно к религии относится. Просто джины, они в основе имеют огонь, как свою природу, и поэтому они могут обладать сверхъестественными качествами, и поэтому люди по своей опять-таки глупости и невежеству могут начать этих джинов обождествлять. Либо этими богами в действительности являются некие великие личности, пророки, которых бог посылает к людям, но люди их начинают также обожествлять, и таким образом отходят от строгого таухида, от строгого монотеизма. То есть идея в том, что в основе всех культур, в том числе культур языческих, лежит вот этот вот некий импульс сакрального, импульс примордиальной традиции, то есть некой изначальной традиции, которая всем была присуща, но потом люди, когда они расселялись по земному шару, когда происходил генезис разных культур, обусловленный в том числе ландшафтом или влиянием каких-то не очень хороших аспектов человеческой природы, или напрямую темных сил, которые также внутри традиционалистского дискурса могут вмешиваться в ход жизни людей, в их ценности, в формировании их ценностей, культуры и так далее. В итоге вот мы имеем некое культурное многообразие. Но в то же время свою миссию традиционалисты, они видят в том, чтобы изучая разные культуры, занимаясь сравнительным религиоведческим анализом, сравнивая разные культуры между собой, в каждой из этих культур находить вот эту вот крупицу примордиальной традиции, то есть некой прото-традиции, которая все эти культуры их объединяет. И что в этом связи является частью, что является связующим звеном, что объединяет все эти разные культуры. Ну, во-первых, представление о сакральном и о цели жизни человека, просвещенного как приближения к сакральному. Далее это представление о некой деградации, вообще, то есть идея золотого века и деградации, которая наступает в истории в процессе отдаления от этого золотого века. То есть идея прогресса, да, то есть парадигма модерна в культуре является собою чем-то совершенно антитрадиционалистским. Да, вот это конвенционально признается для всех основных философов традиционалистского направления. Почему? Потому что для традиционалистов характерно представление о времени как о процессе деградации, да, то есть от сатья-юги к кали-юги, то есть постепенное нарастание силы энтропии, которые характерны для Вселенной, и в итоге вот деградация всего и вся. В то же время, как бы, прогрессивисты, сторонники парадигмы модерна, они наоборот говорят, что в результате прогресса у нас завтра будет лучше, чем вчера, у нас вот есть технический прогресс, у нас всякие новые штуки появляются, и в итоге вот у нас будет прорыв к там сверхчеловеку, постчеловеку, именно через науку, и все будет хорошо, да. Поэтому, наверное, вы сейчас немножко лучше, может быть, станете понимать именно взгляды маргинала на тему того, что никакого прогресса не существует, да. То есть для традиционалистов характерно либо отрицательное отношение к парадигме научно-технического прогресса, либо его отрицание, там, замалчивание, игнорирование, потому что вот эти вот философы, они либо вообще ничего не писали про технические достижения, либо относились к ним крайне отрицательно, как это делал, например, Константин Леонтьев, когда он про паровозы писал, или как это делал Хайдеггер, вот, в своих работах. Вот, так что, тут, кстати, еще парадокс то, что, то, что мы знаем о физике, оно больше укладывается как раз в традиционалистскую парадигму, чем в прогрессивистскую, потому что для физики характерна идея большого взрыва, то есть появление чего-то из ничего, то есть, ну, вполне как вот по воле Бога мир возникает, там, пространство и время, да, у тех же самых, значит, монотеистических теологов. И плюс идея о том, что Вселенная погибнет в результате нарастающей энтропии. Энтропия растет, как пел Егор Летов, да, то есть, это тут, как бы, это скорее синонимично тому, что традиционалисты пишут в своих работах, чем то, что вот традиционалисты, которые, чем прогрессивисты, которые верят, что завтра будет лучше, чем вчера, и там на Марсе будут яблони цвести. Субтитры создавал DimaTorzok